23 февраля – это праздник всех, кто защищает интересы нашей страны. И в России День защитников Отечества стал по-настоящему народным. Это день настоящих мужчин, которые не боятся трудностей и никогда не сходят с выбранного ими пути. В этот праздник чествуют тех, кто служит или служил в рядах вооруженных сил. Под разными названиями в России этот день празднуется уже больше ста лет. 23 февраля – это символ уважения к истории страны и ее героям. Именно к тем простым людям, которые проявили мужество. Не задумываясь, они встали на защиту Отечества, когда это было необходимо. В преддверии праздника доблести и чести на торжественный прием главе Славянского района были приглашены ветераны боевых действий в Афганистане и Чеченской республике, участники специальной военной операции, ветераны вооруженных сил, военнослужащие, правоохранители, сотрудники Росгвардии, казаки. Глава Славянского района Роман Сенеговский сердечно поздравил всех приглашенных, отметив, что в настоящее время вся страна с надеждой смотрит на своих защитников, которые отстаивают свободу и независимость России. Я хочу вас всех поздравить. Это праздник настоящих мужчин. Это праздник и тех, кто защищает нашу страну и сегодня, и тех, кто занимается мирными делами. Поэтому сегодня, как никогда, нам нужна ваша поддержка. Всем мирного неба над головой. Мы уверены, что победа будет за нами. Всем добра, всем здоровья, успехов и всего самого-самого доброго. К поздравлениям присоединился председатель Совета Славянского района Григорий Литовко, который искренне приветствовал участников приема. Это действительно праздник настоящих мужчин. И во все времена наши воины доказывали преданность своей родине, показывали высочайшую силу духа, силу патриотизма. Я хотел бы вас всех поздравить с этим замечательным праздником, пожелать вам в вашем лице, вашим родным, близким крепкого здоровья, семейного благополучия и мирного неба. Много теплых, идущих от сердца слов было сказано в этот день в адрес каждого из собравшихся. Славянские артисты исполнили для них хорошие песни. Затем за добросовестное выполнение служебного долга на благо Родины и в честь Дня защитника Отечества участникам приема были вручены благодарственные письма и памятные подарки. Многие из них после службы в рядах вооруженных сил продолжают трудиться на благо родной земли, а также вести общественную работу, участвуют в военно-патриотическом воспитании молодежи, воспитывая мужество, преданность и беззаветную любовь к России. Этот праздник был самый святой, самый главный праздник в моей жизни. Мы всегда его отмечали торжественно и отмечают его не только мужчины, его отмечают все люди нашей страны, потому что защита Отечества – это самый главный долг каждого человека. Собрали нас на таком мероприятии, поздравили, вручили памятные подарки, благодарности. Очень приятно это ощущать, что ты еще кому-то остался нужен. Я прослужил 32 года во внутренних войсках и вот уже 9-й год воспитываю новое поколение в 4-м лицее. Дети занимаются с удовольствием. Возглавляю отряд юной армии. У меня отец участник двух войн финской и отечественной. И с малых лет я мечтал стать защитником. Я им стал. Я в этот день хочу поздравить мужчин. Хочу им пожелать, чтобы они были, во-первых, мужественные. А каждый мужчина достойно выполнил свое предназначение, данное ему свыше тем, что он родился. И слово «мужчина мужественный» – это и есть защитник. С праздником всех. Сегодня День защитника Отечества в нашей стране – это особый день, когда почитается воинская слава, когда чествуются те, кто участвовал в защите Родины. Это праздник, который символизирует самоотверженность и благородство. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».